Как тут празднуют детские дни рождения? Во-первых, как на них приглашают, как празднуются дни рождения других деток? Во-первых, откуда мы узнаем, что ребенок приглашен на день рождения? Это приходит ребенок, и у него конвертик в рюкзаке. Либо это если школа, то есть детки, которые приглашают, они раздают конвертики с пригласительными в школе, либо учительница просто кладет в ланчбокс или в коммуникейшн-бэк, и узнаем оттуда. Если это садик, то обычно, когда забираешь ребенка, то висит такое, не тумбочка, а на шкафчике, где ребенка вещи, висит пригласительное приклеенное. А в этом пригласительном написано обычно, где, когда, во сколько, чей это день рождения, написано имя ребенка. И пишут родители имейл. Иногда просят до какого-то определенного времени ответить, типа придете или нет. Иногда это просто имейл, и ты отвечаешь, да, мы придем или нет, мы не придем. Как бы сначала для меня было, ну, дико немножко, я не знала, что отвечать. Но потом, когда мы праздновали уже Пашин день рождения, многие пишут, типа, окей, спасибо за приглашение. Есть ли какие-то там мысли по поводу подарка, или есть ли какие-то предпочтения у ребенка, что ребенку нравится, что ребенку не нравится и так далее. Ну, я всем писала, что нет, нам все равно какой подарок. Вот, когда я после уже того, как Паша праздновала свой день рождения, написала мальчику, маме мальчика, типа, какие-то есть предпочтения, то мне ответили, что да, он любит там лего, книжки и любит, когда ему дарят карточки в магазин. То есть там 25 долларов карточка, и ребенок сам идет, покупая то, что он хочет. То есть, ну, как бы, можно так ответить, можно так. Вот, после этого, когда, обычно, как празднуется день рождения, если это, допустим, сын мой, мальчик шестилетний, то в основном это дни рождения рассчитаны на то, что родители приведут ребенка и уедут. Вот, то есть, рассчитаны только на детей, и обычно это так, приходишь, оставляешь ребенка, знакомишься с родителями и забираешь, когда это все заканчивается. Если это маленький ребенок, вот у Маши там трехлетки, четырехлетки в садике, то в основном рассчитано на то, что, конечно, родители будут. Но родители обычно никогда там не празднуют, не сидят отдельно, не кушают там пиццу, торты и так далее. В основном родители просто присутствуют, как бы, посидеть, посмотреть, там, поддержать ребенка. Вот, то есть, вот так вот. Как празднуется, как мы праздновали Пашин день рождения, как это делается. То есть, покупаются пригласительные, решаются, где праздновать. Здесь не так много мест, где можно отпраздновать. То есть, если у нас, допустим, в Украине, в Днепре много разных мест, где можно и туда, и сюда. Да, там, зависит от бюджета, от того, чего ребенок хочет. То здесь, допустим, для вот таких вот подвижных, как Паша, наверное, Кингслендинг – это единственное место, где вот и батут, и боулинг, и так далее. То есть, мы решили, где он хочет, потому что он был на том дне рождения у мальчика в том месте. И вот, и я позвонила туда, разузнала, что, как, чего, почем. Забронировала на дату, на время. Время обычно днем, то есть, редко кто там празднует с утра самого, в 10, в 11, даже детские. В основном, это час, два дня. Вот, мы тоже заказали с 2.30 до 4.30 был день рождения. Обычно это всегда где-то часа два, не больше, потому что за два часа достаточно детям погулять. Потом, допустим, когда мы у Паши, день рождения начинался в 2.30, то после дня рождения еще где-то, наверное, минут 40, час детки играли. Они как бы там уже все равно, мы купили все эти входы и так далее. То есть, но уже родители начинали забирать детей уже после 4.30. Вот, короче говоря, договариваетесь, нужно договориться за место, где празднуют. Здесь еще есть клей-кафе, я знаю, празднуют, там разукрашивают всякие глиняные штучки. Еще есть какие-то места, ну, вот это из таких там, где ты оплачиваешь все, и тебе и кушать не надо готовить, и никаких ни тортов, ничего. Это вот это King's Place, King's Wood или как-то еще, короче говоря. Еще, что мне сначала не очень понравилось, что нельзя ни свой торт, ничего туда. А с другой стороны, очень хорошо, потому что мне не пришлось не думать о торте, о соках, о каких-то детям закусках. Короче говоря, там все было это включено, все входило в стоимость. Была пицца на детей, напитки, торт мы выбрали, торт мороженое. Все это обошлось, чтобы погулять. Они сначала полчаса играли в боулинг, потом они полчаса развлекались на батутах и лабиринт. Потом было открытие подарков, пицца, торт мороженое. И потом дети получили каждый по карточке где-то на 2-3 игры на автоматах. И все это нам обошлось в 200 долларов где-то, грубо говоря, там, по-моему, с налогами чуть больше. 200 без налогов. Вот, короче говоря, когда мы это все узнали, мы пошли с Пашей, выбрали пригласительные, там, в виде Бэтмена Паша понравилось. Вот, купили пригласительные, написали всем, написали 20 штук почти. Он сам их все подписал, я написала, что, куда и как и так далее. Вот, и мы эти пригласительные раздали в школу, мы отдали, учительница разложила по рюкзакам детей. И отдали в Гоу-Гоу тоже, там, учительница помогла Паше раздать всем деткам. Потом мне приходили ответы, типа, там, придем или не придем. Вот, что самое интересное, так это в последний день, наверное, за день до дня рождения пришло где-то одно или два, что мы не сможем прийти. А на следующий день я уже расстроилась, думаю, боже, хоть бы было бы там человек 5 или 8, сколько-то я насчитала, человек 8, наверное, ответила. Думаю, ну, хоть бы столько было, чтобы хоть до десятки дотянуть с нашими. А потом на следующий день уже прям впритык несколько родителей написали, типа, вот, мы там убирали и нашли пригласительное, там, где-то на столе, можно мы придем? Или там, ой, извините, что мы не ответили, можно мы придем? Конечно, я всем написала буквально за полчаса, наверное, до дня рождения, что, конечно, приходите. И кто-то один даже пришел вот так вот, чуть-чуть опоздал ребенок, ждали ответа, что можно приходить. Вот, в итоге пришло 13 человек. Вот, очень отлично они все погуляли, устроили шум, весело было. И Паша доволен, и куча подарков. Вот, короче говоря, вроде, вроде вот так вот и празднуют. А, как еще тут празднуют? Надо, кстати, когда вот идете на день рождения, то обязательно нужно подарок, не обязательно упаковать, можно просто положить в какой-то пакетик, но обязательно, чтобы была надпись от кого. Или открытка. У нас на день рождения все принесли Паше открытки. То есть, неважно, какой был подарок, обязательно к нему прилагалась открытка в конверте. То есть, когда ты приходишь, ты не даришь подарок имениннику, ты ставишь подарок на стол. Потом, когда уже все сели покушали, тогда начинается уже открытие подарков. И просто, если ты не подпишешь свой подарок, то непонятно будет, от кого это. Вот, мы, конечно, первый подарок, по-моему, мы даже не под... А, подписали на пакетики вот эти вот есть такие там, типа, картинки маленькие, открыточки. Мы там написали, от кого. Хорошо, что мы это сделали, потому что, по-моему, мы с Машей пришли на день рождения и не подписали, от кого подарок. То, когда открывали все подарки, то мы сказали, что это от нас. Вот. Ну, короче говоря, лучше подписать открытку и подписать свой подарок. Вот. Подарок не должен быть дорогой. Я сначала тоже думала, какой же должен быть подарок. Вот. Но где-то район, получается, 20-30 долларов нормальный подарок. То есть, они обычно берут подарок за 20-30 долларов, плюс упаковка, плюс открытка. Этого, в принципе, достаточно. То есть, у нас у Паши на дне рождения было много там коробочка лего или что-то еще. То есть, в принципе, детям неважно, какие подарки. Главное, чтобы они были. Вот. Вроде бы все рассказала насчет дня рождения. А, еще. В школу здесь не принято приносить всякие угощения. В садик принято. В садик приносят там сок и торт, например. Соки для каждого ребенка. Можно какие-то маски или какие-то маленькие подарочки. Еще насчет подарочков. Тут очень важно, чтобы после дня рождения каждый ребенок ушел с пакетиком. То есть, должен быть целый пакетик. Мы с Пашкой специально ходили в Доллараму, покупали кучу всего. Всякие там маленькие мячики, свисточки, печати, какие-то шарики, еще что-то. Плюс какие-то должны быть вкусняшки. Мы брали конфеты. Ну, короче, надо положить каждому ребенку, чтобы после того, как ребенок с вашего дня рождения ушел, нужно, чтобы он получил пакетик с подарком. Вот. А насчет школы. В школе не принято приносить какую-то еду и там кормить, угощать. Но в школе у нас Паша учительница подарила там целую корону, именинник, открытку сделала. И плюс очень-очень, ну, как мне понравилось, что учитель дала каждому ребенку по листику. И каждый ребенок написал, почему он дружит с Пашей, и нарисовал рисунок. Из этих всех рисунков и надписей она, учитель подписала, почему они дружат, почему им нравится Паша. И из этих всех надписей она сделала целую книжку для Паши и подарила. Детям в садике, в принципе, ничего не дарят именно именинникам. И просто они приносят торт, и как бы все празднуют. Тоже никто ничего там не выдумывает с подарками. Потому что у нас в Украине, я помню, было, что родители должны принести всем угощение, плюс еще и подарок ребенку. Ну, короче, тоже было, с одной стороны, прикольно, с другой не очень. Короче говоря, вроде про дни рождения рассказала все. Мне было интересно, потому что я, допустим, не знала, как идти на день рождения. А тут очень много празднуют. Потому что если ребенок решил праздновать, то приглашается весь класс. Ну, грубо говоря, весь класс практически. И поэтому очень много у нас. И на Маше нам где-то раз в две недели мы ходим на дни рождения. Вот такие вот у нас дела.